Я рад всех приветствовать! Меня зовут Дмитрий Тарасов, я художник-изобретатель. Каждый год у нас есть традиция проводить курс «Подарки», на котором мы исследуем различные элементы, которые можно вручить кому-то из своих дорогих и близких родственников. В этом году мы тоже решили сделать такой удивительный курс, в котором у нас с вами будет общение у кого-то с материалом знакомым, кто-то впервые это откроет, материал «Соленое тесто». «Соленое тесто» у нас уже начало потихонечку заполнять наш стол в процессе подготовки к этому курсу. Изделий, конечно, все больше и больше, интереснее и интереснее. Вот мы создали такую атмосферу, праздничную атмосферу. Даже, ребята, декабрьские фиалочки из леса вестима. Лес у нас более теплый, чем поля. И вот такие декабрьские фиалочки пусть вас порадуют немножко своим трепетным, нежным. А аромат, конечно, у них очень чудесный. Просто удивительный. Зимние цветы пахнут сильно. Ну, возвращаясь к нашему тесту, ребят. Материал очень красив, материал очень пластичен и много позволяет что открыть. Но мы решили вам все-таки показать одно из самых удивительных свойств, когда мы можем приблизиться к нашей литосфере и получить дары литосферы через камни, через какие-то элементы, как раз вот очень похожие на родонитовые какие-то структуры, какие-то каменные яшмы всевозможные, рисунчатые. Это, наверное, тот материал прекрасный, который позволяет сделать удивительное открытие данного материала еще с одной стороны. Это внешнее, конечно. Но внешнее очень красивое. Но, с другой стороны, ребят, конечно же, как и все подарки, мы будем наполнять особым смыслом каждый наш вот этот вот элемент. Каждый предмет, который будет появляться у нас с вами из наших рук, будет особым смыслом наделен, особым посланием и особым, ну, скажем так, энергетическим импульсом, который нам позволит еще глубже передать какие-то вещи нашим близким, родным, родственникам и так далее. Вот такие подарки мы с вами будем создавать на этом курсе. Приходите, это будет удивительная встреча с удивительным материалом знакомства. Один из элементов, ребят, конечно, мы уделим немного внимания и цветам. Цветы тоже очень интересны в этой манере. Кто был на наших курсах розы, мы такие делали даже из пластилина, одна же похожая. Но здесь это можно сделать тоньше и расписать элегантнее. Вот, еще разочек давайте покажу вам. Подобные модели даже можно использовать для последующей живописи. Не говоря для того, чтобы оформить стол очень неожиданными бутонами, разбросанными прямо по праздничному столу. Приходите, будем с вами открывать этот материал с новых сторон самыми всевозможными технологиями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...